книга открытым оком том 27 вопрос 3924 если какие-то аналогии в истории россии чтобы сравнить с тем что затеял диамид и какова тогда была концовка подобных деяний отвечает игнатий тихонович лапкин что бы ни случилось явно то когда то уже подобное было тем более в сравнениях некоторые бывают столь искусны как златоуст что и в простом они увидят полезный и сокровенный смысл удерживающий от греха нынешних людей далее кавычки открываются после извержения из сана епископа диамида вызвавшего настоящую бурю не только в самой русской православной церкви но и в прессе и обществе ситуация наконец стала проясняться архиепископ хабаровский и преамурский марк временно назначенный управляющим чикотской чехол чукотской епархии русской православной церкви московского патриархата несмотря на все сопротивление стихий его рейс из хабаровска откладывался по погодным условиям целые сутки 4 июля прибыл вонадырь а сам виновник скандала дал развернутое интервью в котором определил свое положение отношение к священноначалью и рассказал как будет действовать дальше не обошлось как водится и без очередного скандала архиепископ марк по прибытии объявил журналистам что по его сведениям диамид накануне в одном из храмов анадыря провел богослужения с целью не допустить прибытие его марка и призвал прихожан цитирую молиться пророку илье чтобы самолет из хабаровска не приземлился в анадыре тем не менее целый невредимый вид епископа марка молчаливо свидетельствовал о благополучном исходе мистической битвы и неоспоримом превосходстве сил московского патриархата в воздухе пока марк в небе над камчаткой боролся с духами злобы поднебесных отражая постом и молитвой молнии пророка или и насланные диамидом сам возмутитель спокойствия рассказывал порталу кредору двоеточие марк летит с группы захвата чтобы устроить здесь в кафедральном соборе святой живоначальной троицы шоу и выдавить меня отсюда группу захвата по сведениям диамида помимо хора состоящего как выяснилось позже из 40 отборных бойцов семинаристов а также священников и мощей входил также заместитель полномочного представителя президента в дальневосточном федеральном округе диамид поведал также что храмы анадыря уже посетили представители спецслужб предупредив всех что цитирую если начнется какая-то заваруха то владыка может пойти по стоит по статье за разжигание кавычки закрываются и пригвоздив его при и пригрозив его приверженцам увольнением с работы спустя несколько часов можно было констатировать что новый архиепископ благополучно добрался до собора где его встретил не слишком радушно но все же достаточно мирно и на этом первую часть драмы длившийся полтора года можно считать законченной но всех конечно интересует главный вопрос каков будет ответный шаг диамида в его схватке с патриархии кавычки открываются я останусь в юрисдикции русской православной церкви московского патриархата но не подчиняясь юридическому священному началью так кратко выразил свою позицию мятежный епископ назвал свое извержение собором его отсутствие антиканоничным и выразил свой отказ как в покаянии перед священно началием так и в участии в процедуре суда двоеточие кавычки открываются я не считаю что их суд может быть объективным как ехать на суд решение которого уже однозначно предопределено диамид сказал также что не собирается присутствует на заседании синода на которого на которое был вызван не складывает себя должность управляющего епархии не собирается переходить другую юрисдикцию но намеренно ставить чукотку и переехать в москву кавычки открываются у меня есть духовные чада в москве которые меня приглашают чтобы храм или даже монастырь построить сейчас можно приобрести на дело земли и поставить на нем храм есть люди которые готовы свой частный уста участок предоставить под храм кавычки закрыты я остаюсь архиереем а русская православной церкви московского патриархата не являющим послушание юридической иерархии до ее полного покаяния и раскаяния в тех грехах которых мы ее обличали и и продолжающим вести богослужение подытожил свою позицию диамид и так как следует из его слов диамид намерен переехать в москву создав параллельно административную структуру внутри русской православной церкви московского патриархата и надо признать это самое разумное для самого диамида и самое неприятное для московского патриархата решение не выходя из рпц мп диамид как ленин в пломбированном вагоне переедет в москву породив тем самым типичную ситуацию двоевластия которые можно сравнить ситуации февраля 1917 властью временного правительства и советов рабочих депутатов или с горбачевско-ельтинским противостоянием в разгар перестройки многие уже сравнили прошедший собор с октябрьским плену пленумом цк кпсс 1987 года выведшим бориса ельцина из состава цк и нельзя конечно не пря не признать красноречивости этих аналогий по всему видно рпц как последний институт светлого коммунистического прошлого стоит на пороге перестройки которую вся остальная страна уже пережила в 90 и перестройка это судя по всему обещает быть бурной и так в рпц мп устанавливается классическая двоевластия формального патриарха в теле которого диамид продолжает поминать оставляя за собой право призывать алексия к покаянию и неформального кавычках патриарха в духе то есть самого диамида таковы мысли и ход диамида в ответ на ход митрополита кирилла что может предпринять патриархия чтобы помешать такому развитию событий видимо только одно анафиматствовать диамида но ясно что сторонниками диамида это анафима признана не будет точно так же как не было признана и его извержение уже сейчас собор извернувший епископа вопреки канонам называют волчьим и разбойничьим такое решение автоматически уводит диамидов катакомбы но в то же время его сторонники могут спокойно продолжать посещать храмы рпц мп считая их своими а церковное священно начали лишь временщиками и оккупантами временно захватившими власть таким образом складывается типичная революционная ситуация ничего хорошего церкви конечно не сулящая скандальное отлучение диамида уже привело к объединению многих раскольничьих анти патриархийных ультра консервативных и несогласных сил явно неканоничное отлучение и колеблющаяся внутри церковная масса также определяется за диамида гонимых и несправедливо обиженных у нас любят но главные симптомы позиционирования за диамида ресурсов до сих пор патриархии лояльных так резко и многословно на стороне диамида после скандальных решений собора выступил ультра консервативный православный ресурс правая ру и крупнейший ресурс православного рунета русская линия хранит по делу диамида глухое но выразительное молчание выступить на стороне диамида идеи которого ультра консерватором любы любые конечно гораздо более идей митрополита кирилла мешает традиционная не любовь православных к расколу но выбранный конечно не без подсказки умных людей диамидом курс должен по-видимому обеспечить ему поддержку консерватор православное радио города трех революций сильного памятью митрополита иоанна снычева духовного притечи диамида однозначно про диамидовская поддержка революционных настроений в питере пожалуй высока как нигде вообще было бы логично диамиду переехать в питер они в москву хотя лично мне как питерскому патриоту это было бы грустно сущности за исключением патриархийного радонежа и микроскопических либеральных и православных голомурных сми вся консервативная православная пресса если не поддерживает чрезмерный радикализм диамида то состоит в сущности на его позициях чем скажем идея александра шаргунова или тихона шевкунова автора скандального фильма гибель империи уроки византии отличаются от диамидовских практически ничем это все же воинственный антиэкуменизм изолиционизм тоталитаризм ненависть к европе и западу поданные лишь с некоторым псевдо культурным или псевдо философским флером те же идеи еще конечно более мягкой и рафинированной форме формулирует и всеволод чаплин постулирующий перманентную войну цивилизации своих пяти принципах православной цивилизации а ведь шевкуновская православия ру это мейнстрим а чаплин прямой протеже кирилла да и самому митрополиту кириллу не так давно протежировав шему на своем всемирном русском соборе столь же тоталитарную по сути русскую доктрину приходится как видим заигрывать с правами то есть отличие идей диамидово церковного мейнстрима совсем не принципиально скорее формальное меньшевики и большевики своем безоглядном романтическом радикализме и душевной простоте диамид лишь доводит их до логического конца а поскольку радикализм нам генетически свойственен а разложение церковной верхушки утопающие в роскоши сервилизме и экуменизме с точки зрения церковного народа очевидно кирилл заигрывает по очереди то с консерваторами то с католиками в то время как диамид прям и просто как три рубля то и не удивительно что идут за ним они за патриархии можно зайти в любой московский храм и убедиться официальная газета церковный вестник в собственности совсем неплохая можно сказать лучшее сегодня православное издание печатающие умные глубокие статьи лежит пачками в каждом храме и даже бесплатно никто ее не берет прокламации же духа христианина ему подобных выходящие 100 и 200 тысячными тиражами передают из рук руки и зачитывают до дыр как некогда большевистские агитки гламурная православия больше не в моде в моде православия революционная что же дальше необдуманная поспешно и прямо скажем роковое решение собора привело к тому что то о чем до сих пор глухо роптали стали возвещать с кровью конфликт перешел в фазу открытого противостояния его эскалация теперь видимо будет лишь нарастать а нафематствование же диамида по-видимому уже неизбежное приведет лишь к тому что уже вспыхнувший уже определившийся конфликт перейдет в партизанскую фазу диамидовцы и анти диамидовцы как и сегодня будут вместе молиться в одном храме стоять рядом на одной литургии причащаться из одной чаши взаимно при этом прокляв и отлучив друг друга в сущности ситуация совершенно шизофреническая раздвоение сознания но если мы вглядимся внимательно в сегодняшней церковной реалии внимательно слушаемся в то что озвучивается сегодня от лица церкви то боюсь именно это мы и увидим то есть надо признать что ничего особо нового и необычного конфликт с диамидом не явил кроме того что все тайное в один миг сделал явным все это будет продолжаться и дальше с той лишь разницей что контур что контуры противостояния уже резко определились и обозначились диамидовцы словно первые христиане преследуемые иудейскими первосвященниками будут постепенно наращивать свое влияние в рпц и ничего с их агитации прокат пропаганды уже не сделаешь большевистские лозунги доходчивые понятны простому церковному народу а требования учредительного собрания то бишь поместного собора находит отклик в каждом православном сердце преследования же со стороны патриархии будут только ярче рассвечивать харизму повстанцев романтическим ореолом но пойдем до конца и спросим возможен ли приход диамидовцев к власти что ж в россии как известно все возможно кто в феврале 1917 мог поверить в его октябрь приход диамидовцев к власти и конечно почти невероятен но все же возможно либо в ходе учредительного собрания пардон поместного собора либо в результате государственного переворота будем уметь ввиду что в наших силовых структурах все возможны ультра правые русские проекты пользуются большой популярностью в этом весьма все же надеюсь гипотетическом сценарии нас ждет откровенный большевизм и сорокинский день опричника а саму церковь окончательное превращение в замкнутую тоталитарную вроде хасидов и ваххабитов секту что ж в двадцатом веке мы пережили не менее катастрофический сценарий и никто нам не обещал что двадцать первый век должен быть легче но предположим более мягкий сценарий даже попытка компромисса между патриархией диамидовцами скажем устранение кирилла и приход более права архиерея ситуацию не оздоровит потому как куда уж дальше проверь да и успехи внешней церковной политики весьма убедительны если на внутреннем духовном фронте 20 лет возрождения в кавычках привели к диамидовскому расколу то вовне после всех грандиозных скандалов сурожский равенский русская православная церковь оказалась сегодня при лицом отделения украинской церкви то есть половины своих приходов тоже уже видимо неизбежно что ж как говорил иисус христос что посеете то и пожнете но что вся эта буча может значить для обычного мирянина до сущности ничего может не значить нормальный человек вполне может держаться от ее подальше и продолжать посещать церковь руководствуясь здравом смыслом христа сказанным народу относительно фарисеев то что они велят вам делайте по делам ли но по делам их не поступайте и собственным нравственным чутьем церковь это не священно начали и не зелоты большевики а прежде всего евхаристия единственное что имеет неприходящий смысл которого и нужно держаться все остальное суета и томление духа хорошо вы же хорошо вы понять это и нашей власти лучше что могла бы она предпринять в этой ситуации отойди в сторону и не вмешиваться в кавычках спор славян между собой дело это божье а не человеческое ничего здесь поправить уже нельзя тем более кесарю если мы вспомним византию то увидим подобные битвы между черносотенным монашеством и погрязшие во всяких излишествах митрополии там не утихали веками и всякий раз вмешательство кесаря их только усугубляло на вопрос где настоящая церковь пусть отвечают божьи суды а мы заметим лишь что вся пост модерническая ситуация это в общем совершенно естественно и неизбежна в сущности та тусовка из двух сотен или даже двух десятков московских священников которые наполняют сегодня информационное пространство от имени церкви и и который обычный человек понимает под словом церковь имеет к церкви примерно такое же отношение как наша телевизионная поп тусовка имеет к культуре тоже можно сказать и о нашем православном сознании в целом это сознание плод своеобразной пропитанный особым местечковым менталитетом сложившимся из занимаемого священным сословием места между кулачеством и купечеством субкультуры очень скованная несвободная пронизанная мифологическим сознанием и страхами привыкшая держаться за подолг княжеского кафтана и в сущности глубоко провинциальная и инфантильная вещь отсюда и агрессивность и пугливость перемешку с чувством превосходства над всем миром и бесконечное плетение интриг и прочее и прочее конечно между московским бомондом радикальной революционной периферией есть масса обычных сельских и городских батюшек простой здравый смысл и естественный консерватизм которые вполне жизнеспособны и жизнеутверждающие да часто и вырванный из среды взятый в отдельности член тусовки не раз в этом убеждался оказывается существо вполне вменяемым но стоит ему снова окунуться в поток и пожалуйста перед вами все тоже чудище обло стозревно и лаяй такова сила и власть природы борги же суды всегда начинаются с церкви христианство это не религия но непрерывный в истории суд над религией говорила отец александр шмема но вот вот этот суд мы сегодня и наблюдаем и глядя на него власть просто должна наблюдать и делать выводы ибо смотрит она в духовное сердце государства то есть свое собственное сердце конечно и осуждать власть в ее безусловной поддержке рпц трудно власть имеет морали и нравственности но рано или поздно скорее рано она поймет что кроме скандалов астрономических счетов и перманентной революционной ситуации сегодняшняя русская православная церковь за границей простите просто сегодняшняя рпц ничего предложить ей не может если же власть действительно хочет нравственности и морали то не трудно указать и нравственно направление поиска это нищий народ миллионы беспризорных сирот стариков и инвалидов это многодетные семьи матери-одиночки алкоголики наркоманы и так далее и тому подобное то есть все действительно нуждающиеся в помощи граждане россии там же думается если захочет сможет обрести она и настоящую церковь ибо церковь всегда там где христос а христос всегда с теми кто в нем более всего нуждается будет вероятно еще время и у самой рпц как у той пушкинской старухи оставшийся у корыта время подумать о главном власти уже сегодня есть хорошая возможность наблюдая за происходящим подумать об органе способном упорядочить и урегулировать церковные государственные отношения поскольку необходимость защитить страну от религиозного мракобесия а остатки христианства и нравственности от церковных политиков и революционеров становится все более очевидной первое послание коринфянам 10 глава 6 стих а это были образы для нас чтобы мы не были походливы на злое как они были походливы послание к евреям 4 глава 11 стих и так постараемся войти в покой он и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность и послание иуды 17 как садом и гоморра и окрестные города подобно им буду дед блудо девствовавшие и ходившие за иною плотью подвергшись казни огня вечного поставлены в пример о что за день тогда ужасный станет когда архангела труба над изумленным миром грянет и воскресит владыку и раба о как они смутясь покинут долу цари могучие земли когда к всемышнему престолу они предстанут в прахе и пыли дела и мысли строго разбирая восядет вечный судья прочтется книга роковая где вписаны все тайны бытия все что таилось от людского зрения наружу выплавит со дна и не останется без мщения забытая обида ни одна и доброго и вредного посева плоды пожнутся все тогда то будет день тоски и гнева то будет день унынья и стыда без могучие силы знания и без гордости былой человек венец создания робок станет пред тобой если в день тот безутешный даже праведник вздрогнет что ж что же он ответит грешный где защитника найдет все внезапно прояснится что казалось и темно встрепенется разгорится совесть спавшая давно и когда она укажет на земное бытие что он скажет что он скажет в оправдание свое вечный покой отстрадавшему много томительных лет пусть осияет раба твоего нескончаемый свет дай ему господи дай ему наша защита покров вечный покой со святыми твоими во веки веков опухтим